С коммунальными проблемами в своем общежитии Михаил Левин борется уже около 10 лет. В начале 2000-х дом отрезали от газа, потом не стало горячей воды. Пять семей на этаже обходятся маленькой электроплиткой. Поставить еще одну чайник или бойлер просто боятся. Вчера у меня замыкание было, потому что проводка не годится. Хорошо, что у меня там кнопки, что она выбила, здесь я подправлю все. В своих бедах мужчина винит руководство предприятия «Промстрой-2». На его балансе находится общежитие. Без газа и горячей воды пятиэтажку оставили из-за долгов. Пенсионер возмущен, с неплательщиками никак не борются, а страдают те, кто платит исправно. Мы тогда не были должны, сейчас ничего не должны, никто не спрашивал. Пенсионер почти 10 лет обвивает пороги чиновников, руководителей промстроя, коммунальщиков и даже дошел до суда. Но не смог добиться ни подачи газа, ни перерасчета платы за свет. В домах без голубого топлива тариф должен быть ниже. Все инстанции, говорит Михаил Левин, отсылают его к балансосодержателю общежития. Я был главным инженером теплосвещения женского района. Он не возражает, чтобы подстать. Для этого нужно что-то сделать, он ничего не хочет. Зачем ему, когда люди молчат, потому что люди не здесь. Директор ООО «Промстрой-2» обвинение опровергает. Показывает акты. От горячей воды большинство жильцов отказали сами, потому что дорого. А вот снизить тариф на электроэнергию, по его словам, сложнее, чем восстановить газовую систему. Проектную документацию на дом нельзя переделать без соблюдения технических условий. Мощности для того, чтобы перевести полностью это самое, здесь не хватает. Для этого надо получить условия, тянуть кабель под станции. То есть, иметь проектную работу – это сложный вопрос. Нам проще решать вопрос, подать возобновление, подачи газа при условии в данное общежитие. Руководитель «Промстрой-2» предложил жильцам самим купить газовые плиты. Остальные расходы на прокладку труб и ремонт вентканалов обещают взять на себя. Но в «Горгазе» говорят, балансосодержатель этого общежития к ним ещё не обращался. К тому же за домом числится больше 20 тысяч гривен долга. Для возобновления газоснабжения необходимо погасить задолженность, перевести общежитие в жилой фонд, обследовать газовую систему и привести её в соответствие нормам. По состоянию на 15-е и 10-е 2012 года балансосодержатель указанного дома в управление газового хозяйства не обращался. Требуемых документов не предоставлял. Как погасить долги, руководитель «Промстроя» разводит руками. Говорит, большинство неплательщиков уже стали собственниками комнат, но сами здесь не живут, сдают в аренду. С ними, говорит председатель, уже будут разбираться налоговики. Яна Тончак, Евгений Адашкевич, Виталий Осмачко и Борис Буцевич. Медиагруппа «Объектив».